Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, впрочем, ничего нового. Сегодня я вместе с вами отправляюсь в магазин, который называется Ашан на поиски классной косметики из супермаркета. Еще очень давно, летом, я спрашивала у вас, какое видео с каким косметическим обзором вы хотите. Многие написали Ашан. Я это приняла к связи, и поэтому спустя практически полгода я выполняю свои обещания. Лучше поздно, чем никогда! Поэтому сегодня, вооружившись деньгами, вооружившись вот таким вот отличным настроением, мы с вами направимся в Ашан. Но, конечно, прежде чем мы вместе туда отправимся, подпишись на мой канал. Тык, включи себе уведомление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И приступаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Поездка в этот магазин выдалась чем-то очень странным, потому что сначала все было как обычно. Магазин, Ашан, продукты, косметика. А теперь подождите, 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 что это, что это? Это цены на косметику. Это цены на косметику Ашан. А почему косметика в Ашане стоит 533 рубля и 659? Я все понимаю, но, по-моему, это немножко не тот прайс. Да, оказывается, у Ашана есть своя косметическая линия. Не, ну серьезно, косметическая линия. И называется она Космия. Космия, Космия. Вот у нас тестеры. И состояние тестеров, ну, мягко говоря, не самое удовлетворительное. Они все обляпанные, они грязные. И, простите, что? Тональный крем за 700 рублей? Серьезно? Тональный крем за 700 рублей? Да вы что, прикалываетесь, что ли? Вот, нашла еще одну стойку. Здесь какая-то косметика. На этот раз уже очень дешевая. Именно та косметика, которую я ожидала в Ашане. Типа косметика за 600 рублей. Но малость я в шоке. Потому что косметика, которая стоит дешевле, выглядит приятнее. И ее тестеры чище. Как это вообще возможно? Кстати, кто-нибудь из вас пользовался уже этой косметикой из Ашаны? Именно бренд Ашан Косметика Космия. Я первый раз вообще такое вижу. Надеюсь, он оправдывает свою цену. Хотя, что-то не уверена. Я вот вообще не уверена. А как вы думаете, оправдает или нет? Как видите, я накупила таки косметику. И теперь мне нужно добраться домой, чтобы как можно быстрее начать съемки видео. Сейчас нужно будет заказать такси. Так, нужно выбрать себе тариф. 7 минут пишет. Ну, это очень даже нормально, если честно. Кстати, вы знаете, есть очень удобная функция. Это чат с водителем. Например, я могу написать ему сейчас и уточнить точно, когда он будет. Это очень удобно как для пассажира, так и для самого таксиста, как мне кажется. Классная функция. Сон, а ты же такси заказала. Он тебя не найдет, ты же отошла. В смысле? А как он тебя найдет? Мы же вообще в другое место ушли. У Яндекс.Такси существует функция автоматическая еолокация, поэтому водителю не составит труда точно определить, где я нахожусь. А вот он подъехал, кстати. Пойдем. Смотрите, вот и моя машинка, кстати, какая чистенькая, яркая, прям очень сильно выбивается на фоне всех остальных машин. Красота. Прекрасно. Что ж, еду домой. С удобством еду домой. Собственно, я вернулась домой, и сейчас давайте уже приступим к нашему обзору. Начнем, я считаю, с тонального крема. Вот так вот он выглядит. Вот за этот тональный крем я отдала 659 рублей. 659 рублей. Это был самый светлый оттенок в линейке, поэтому если он мне не подойдет, есть все шансы на это. Если честно, не могу пока ничего конкретного сказать про тональник. Могу отметить только тот факт, что он хорошо подошел мне по цвету моей кожи. И если честно, то я совсем этого не ожидала. Знаете, в какой-то момент мне даже показалось, что этот тональник норм, но сейчас я понимаю, что с ним что-то не то. Вы мне скажите, что думаете? Потому что по мне это, ну, это провал. Ну что это вообще такое, ребят? Ну это какой-то жареный блин на моем лице. Ну хотя, знаете, в качестве макияжа для масленицы это было бы неплохо. Потому что это вся такая в атмосфере блинчиков. Прекрасно. Теперь в противовес этому дорогущему тональному хрему я возьму консилер. За соточку. Оуу! Вот не надо мне писать, что это было наигранное. Эта хрень ужасно вонючая. Мама дорогая, фу. Она ужасно вонючая. Вот она реально ужасно вонючая. Выглядит цивилизованно. Но что-то, что-то мне совсем... Я даже не знаю, с чем это сравнить. С подошвой? Не, не уверена. Я не нюхала подошву, поэтому я не могу быть уверена в том, что подошва так пахнет. Просто п***. Так. Оуу. Если не отвлекаться на вонизм, то в принципе очень пока норм. В целом контурирование я делаю по своей стандартной схеме. Подбородок, под глазами, на лбу и на щеках. Теперь растушевываю. Как консилер и его свойства претензий никаких нет. Ну серьезно, не должна вонять так сильно косметика. Просто не должна. И в принципе реально консилер неплохой. Удивительно. Не знаю, что правда делать с запахом. И если я вот так ощущаю, то наверное любой другой человек просто вздернется в этом моменте. Но не считая этого прискорбного факта, очень и очень даже неплохой. Канчайте, девочки, канчайте со мной, шутите. Запудрить мое лицо поможет вот такая вот косметика из Ошана под брендом Феннель. Вот так выглядит. В принципе весьма неплохо выглядит, на удивление. 126 рублей. 126 рублей. При этом если мы ее открываем, то мы видим что? Зеркальце. А зеркальце это все очень классно. Причем, кстати, реально зеркало. Окей. Блин, да почему так воняет? Что за бред? А, это та же самая фирма. Вот это вот одинаковые фирмы. Они ужасно воняют. Мне больно, моему носу очень больно. Моему обонянию больно. Это кошмар. Хорошо, что экраны не умеют переносить запахи. Вот серьезно. Многие из вас сейчас бы просто болеванули. Обратите внимание, как элегантно я сказала слово болевануть. Чтобы просто, ну, она не звучала так агрессивно и дерзко. А так вроде элегантно и милый. И даже не поймешь, в чем был смысл. Я не поняла, что я только что сказала. И надеюсь, вы тоже. Ну, пудра никакая. Все. Эта точка больше добавить нечего. Так, дорогие друзья. Что теперь будем с вами делать? Румяшечки или будем делать макияж глаз? Ладно, мы сделаем брови. Брови. Канчайте, девочки. Канчайте, со мной шутить. Это опять та же самая фирма. Я уже хочу космию. Космию ашановскую, а не вот эту вот дешевую штуку. Ладно, надеюсь, хоть средство для бровей вонять не будет. Упаковка очень цивилизованная. Ничем не хуже, чем у любого масс-маркет бренда. А то даже и лучше, чем у некоторых. Так, здесь одной стороны у нас щеточка. С этой стороны у нас сами тени. Интересно. Расчесываю брови. А теперь при помощи карандаша наношу средство. Хм, интересно. Что хочу отметить? Во-первых, не воняет. А это, вы знаете, весьма приятно после всего остального, что меня только что ожидало. Могу отметить то, что цвет действительно достаточно пигментированный. Но именно достаточно пигментированный. То есть, это не перебор и это не недобор. По-моему, идеально. Не, серьезно, идеально. За 100 рублей, мне кажется, это очень-очень-очень выгодное приобретение. Но есть один минус. У него сейчас достаточно заостренный кончик. Но когда он уже не будет таким острым, будет ли это средство так хорошо или уже нет? Вопрос. Ради интереса хочу попробовать консилер. Использовать надо под бровью. Получится ли у нас? Я настолько очарована средством для бровей, что я реально забыла, какой вонючий консилер. Черт меня дернул эти брови консилером делать. Это ужасно. Я воню, я задыхаюсь. Но с другой стороны, смотрите, хорошо реально растушевывается. Хорошо все выделила. Хорошо подчеркнула. Хорошо убрало излишки средства, которые я оставила неровной растушевкой. По-моему, ну очень-очень неплохо. Интересно, тени меня разочаруют или порадуют? Ваши ставки, господа. Канчайте, девочки, канчайте со мной, шути. Вот тени. Упаковка выглядит, сами видите, не особо-то прекрасно. При этом эти тени стоят 544 рубля. И здесь всего 4 цвета. 4 цвета. Вот такая вот погонькая кисточка. Можно выкинуть. 4 цвета. Здесь хотелось бы увидеть хоть какое-то зеркало, но здесь зеркала нет. Вопрос, почему тени за такие деньги не имеют зеркала? Серьезно? Но это даже не смешно. Надеюсь, их свойства оправдают эту завышенную цену. В принципе, здесь всего 4 оттенка. Все 4 оттенка предлагаю использовать для макияжа глаз. Основным цветом будет вот этот вот персиковый. Кстати, очень слабо пигментированный. Но надеюсь, на веках будет смотреться получше. Теперь я вас пользуюсь вот этим вот розовеньким оттенком. Нанесу в складку верхнего века. Ну, это непростое, оказалось, задание. Думала, будет лучше, честно. Плохая, плохая, плохая палетка. Очевидно, плохая. Раз, два цвета из четырех отвратительные. Ну, ладно. Темный оттенок беру. Так, ну, вроде неплохо, вроде неплохо. А если еще добавить? Нет, плохо. Отвратительно. Никак, если быть точнее. А вы знаете, хуже, чем отвратительно, только никак. Пока это похоже на то, что у меня какой-то просто очень невнятный макияж с непонятными цветами, еще и которые делают мои глаза какими-то непонятными, усталыми. Зачем так надо? Мне так не надо. Самый светлый. Ну, что сказать, макияж глаз не самый удачный в моей жизни, а если быть точнее, то один из самых неудачных. Цвета совершенно непонятные, ну, просто совершенно непонятные, совершенно непонятно растушевываются. В целом, просто оценка со знаком минус. Давайте тушь посмотрим. Даю тушь последний шанс для тебя сейчас у этой косметики, которая называется Космия. Но что-то мне подсказывает, вот уже пахнет лесным орехом. Странный запах. Ну, в общем, последняя надежда на то, что сейчас она вытащит этот макияж, сделает мне невероятно объемные, красивые, длинные, черные, ек, ночь, ресницы. Короче, давайте тушь. Судя по всему, это какой-то рофл. Один большой рофл. Рофл за сколько? Рофл, 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 рофл за... За 323 рубля. Она не красит вообще. Мои ресницы не накрасить нереально. Но она с этим справилась. Ачив открыт. Она очень неудобная в применении. Как будто, я не понимаю, она мои ресницы не расчесывает, а как будто она их склеивает. Она их еще не нанесла, но она их уже склеила. Очень странное ощущение. Ну, какой вердикт? Лицо мое похоже на маску, глаза мои похожи на... Я даже не знаю, на что похоже, на какую-то прискорбность. Резницы у меня просто убились. Последняя надежда только на румяну и на помаду. Румяна, кстати, какого-то другого бренда. И стоили они 60 рублей. Поэтому румяна за 60 рублей не могут быть плохими. Попробуем. Киц, кицца, кицца, кицца. Не хочешь из пакетика вылезти, пожалуйста? Извините, ребят, видео прервано по техническим причинам. Тебе не понравилась эта косметика или понравилась пафосница? Дайте, пожалуйста, интервью уже такие. Нет, извините. Но интервью вот это пафосно кицца не дает. Недаром она пафосна. Посмотрите на нее. Ну, в принципе, пигментация есть. Выглядят они матово цвета. Ну, на любителя, но пойдет. Короче говоря, за 60 рублей на фоне всего остального очень хороший румянат. Кстати, не воняют. Не воняют. Качайте, девочки, качайте, за мной шутить. Если честно, сейчас очередь помады. Я уже не верю в то, что помада может хоть что-то тут затащить. Я уже не верю в то, что помада в теории может быть хорошей. Рано я отчаялась. Помада-то неплохо пахнет. Пахнет как клубличное или вариновое варенье. Вариновое варенье? Малиновое варенье. Очень неплохо. Но наносится тоже неплохо. Не сказать, что это лучшая помада в жизни, но на фоне всего остального я бы сказала, что это, наверное, лучшее средство из тех, что я сегодня освоила. Нормально. Вот готовый результат этого макияжа Если честно, я не могу сказать, что это лучший макияж в моей жизни И не могу сказать, что это один из нормальных макияжей в моей жизни В принципе, обязательно выскажите ваше мнение, что вам кажется Понравился вам этот макияж или нет Понравилось ли вам что-то из косметики И, конечно же, пользуетесь ли вы чем-то из Ошана И если да, то чем и нравится вам это, или не нравится, и почему Это капец Кто этот человек? Ты кто?